Новому составу ЗАГС Собрания потребовалось полтора часа для определения имен председателя и его замов. В Белом доме прошло первое заседание областного парламента в новом восьмом созыве. Одним из первых перед депутатами выступил глава региона. Александр Авдеев выделил в качестве одной из приоритетных задач для решения вопросы, связанные с занятостью населения. Вот раньше мы боролись с безработицей, теперь нам необходимо обеспечить в сфере занятости прорывные решения для того, чтобы обеспечить их гособоронзаказ, развитие аграрного комплекса, социальной сферы, укомплектование кадров в системе здравоохранения и обеспечение работы всех экономических отраслей. Спустя примерно полчаса с начала заседания началась процедура выдвижения кандидатов на пост председателя ЗАГС Собрания. Вячеслав Картухин, руководитель фракции «Единая Россия», предложил на эту должность Ольгу Хохлову. Напомним, ранее она представляла ЗАГС Собрания в Совете Федерации. Другой депутат, тоже единоросс, Дмитрий Рожков, предложил Андрея Фатеева. Затем кандидатам предложили выступить перед депутатами. Я, конечно, действительно в течение всего сенаторского срока и в полном объеме существовала свои полномочия, активно участвовала в законотворческой деятельности, особенно по совершенствованию законодательства в части расширения существующих мер поддержки семей с детьми, работала в составе рабочей группы Министерства просвещения. При этом Андрей Фатеев пообещал приложить все усилия на новой должности, но отметил, что отдаст свой голос в пользу Ольги Хохловой. Приложу все усилия, но свое предпочтение, свой голос все-таки я коллеге отдам Ольге Николаевне. Спасибо. Свою поддержку Ольге Хохловой высказали большинство депутатов ЗАГС Собрания, а также действующий губернатор региона. Могу честно сказать, консультировался за пределами фракции, просто с людьми по поводу кандидатуры представителя законодательного собрания. И от многих прозвучала поддержка в адрес Ольги Николаевны Хохловой. Безусловно, Ольга Николаевна имеет огромный, просто огромный опыт руководящей работы. Она очень инициативна, всегда впереди, всегда доводит до конца начатые дела. Я знаю, что Ольга Николаевна, во-первых, справедливый руководитель, во-вторых, очень инициативно, от нее всегда интересные идеи поступают. Напомним, пять лет назад, в ходе первого заседания ЗАГС Собрания прошлого созыва, на должность председателя претендовали Владимир Киселев от Единой России и Сергей Казаков от КПРФ. Но сейчас коммунисты решили не выдвигать своего кандидата, поскольку голосование безальтернативное и у партии власти полная монополия в облпарламенте, отметил Антон Сидорко. При этом лидер фракции КПРФ сказал, что в новом созыве на председателя будет лежать особая ответственность. Поддержка не такая широкая, что все-таки у нас самая низкая явка по стране, что в абсолютных цифрах все-таки Единая Россия поддержали 14% избирателей от общего количества, что накладывает на будущего председателя особую ответственность. Затем депутаты приняли участие в тайном голосовании по определению имени председателя. В результате всего примерно через час после предложения первой кандидатуры были определены итоги голосования. Число изготовленных бюллетеней 40, число выданных бюллетеней 39, число погашенных бюллетеней 1, число бюллетеней обнаруженных в ящике 39, число действительных бюллетеней 37, число недействительных бюллетеней 2. Результаты голосования по выборам председателя законодательного собрания Владимирской области 8-го созыва. Фатеев Андрей Викторович за 2, Хохлова Ольга Николаевна за 35. После этого глава региона вручил Ольге Хохловой цветы. Поздравляем вас. Спасибо. К слову, после избрания на пост нашему телеканалу удалось задать Ольге Хохловой вопрос, а не жалеет ли она, что пришлось оставить прежнее место работы с сенатором. Не жаль оставлять прежнее место работы. Для вас новая работа повышения или понижения? Такой, знаете, философский вопрос. Везде нужно работать. Именно она похожа, да, законодательная работа и Совет Федерации, и область. Я вообще благодарна очень судьбе, что я 5 лет отработала в Совете Федерации, очень многого научилась. Я думаю, вот этот опыт, который я приобрела за 5 лет, и те связи, наработанные в разных министерствах, оно мне очень здорово поможет здесь. Ну, конечно, жалко, когда в Москву, но я люблю свой регион, свою малую родину. На определение же имени заместителей Ольги Хохловой потребовалось еще меньше времени, примерно полчаса. Ими стали Роман Кавинов, Вячеслав Картухин и Дмитрий Рожков. Все представители «Единой России». Результаты голосования по избранию Кавинова Романа Валерьевича, заместителем председателя Законодательного собрания Владимирской области, 8-го созыва. За 34 против 3, воздержался 0. Результаты голосования по избранию Картухина Вячеслава Юрьевича, заместителем председателя Законодательного собрания Владимирской области, 8-го созыва. За 36, против 1, воздержался 0. Результаты голосования по избранию Рожкова Дмитрия Анатольевича, заместителем председателя законодательного собрания Владимирской области 8-го созыва. За 35, против 2, воздержался 0. В этот же день состоялось и второе заседание ЗАГС Собрания. На этот раз депутаты должны были решить другой вопрос, а именно определиться с именем нового сенатора от облпарламента. Главным кандидатом на это место был Владимир Киселев. В случае наделения меня полномочиями сенатора Российской Федерации буду продолжать делать все возможное для дальнейшего развития нашего региона и повышения качества жизни наших граждан. Большое спасибо за внимание. В результате депутаты проголосовали, и теперь бывший председатель ЗАГС Собрания будет представлять областной парламент в Совете Федерации. В Юрьевпольском районе в селе «Энтузиаст» после гибели семьи расселяют соседний дом. Как сообщает наш источник, там обнаружили мешок с ядом. Сергей Трубкин рассказал все подробности. Напомним, несколько дней назад в селе «Энтузиаст» обнаружили мертвую семью из четырех человек. В следственном комитете возбудили уголовное дело. По одной из версий, семья погибла от ядовитого вещества, которым травили тараканов. Известно также, что примерно в то же время скончалась 91-летняя соседка сверху. Впрочем, пока не ясно, есть ли связь между ее смертью и гибелью семьи. На следующий день жильцов дома, где произошла трагедия, временно расселили по родственникам. Мы пообщались с журналистом Юрьевпольских известий. Сергей Трубкин был на месте и поговорил с жителями, а также с правоохранительными органами. По его данным, яд в семью принес родственник, который работал на сельскохозяйственном предприятии. Мои источники сообщают, что вещество установлено. Это для борьбы с насекомыми на полях. Погибшей семье данное вещество дал их родственник, который проживает в доме напротив. Каким-то образом он когда-то заимел вот этот мешок с веществом и, зная о том, что в энтузиастии у родственников есть тараканы, предложил поделиться данной отравой. Журналист Сергей Трубкин рассказал «Шестому каналу», что накануне вечером 21 сентября расселили один подъезд в доме, где живет тот самый родственник. Мешок с отравой хранился в его квартире. При этом, судя по всему, с родственником все в порядке. Но сейчас помещение обрабатывают специалисты. По информации от жителей села «Энтузиаст», специалисты по дезинфекции приехали примерно час-полтора назад в село «Энтузиаст». Они будут обрабатывать две квартиры вот в этих домах 7 и 8, там, где находилось вещество. То есть квартиру погибшей семьи и их родственник, который проживал в доме напротив. Информацию об обработке помещений подтвердил и наш источник из правоохранительных структур. По его словам, уже к вечеру люди, возможно, вернутся в свои квартиры. Как сообщил журналист Юрий Впольских Известий, местные жители отнеслись к трагедии неравнодушно. Они создали в мессенджере общий чат под названием «Односельчане» и собирают деньги на похороны, которые состоятся уже завтра, 23 сентября. У погибшей семьи в живых осталась дочь, первоклассница. Она учится в школе-интернате. Во Владимире сильно пьяный водитель попытался скрыться от сотрудников ДПС. Дорожная полиция заметила автомобиль «Фольксваген» в районе улицы Красносельской. Сотрудников насторожило, что машина тронулась слишком резко. Госавтоинспекторы потребовали водителя остановиться, но он решил продолжить движение и вдавил педаль газа в пол. За нарушителем с мигалками и звуковым сигналом выехал наряд ДПС. Водитель «Фольксвагена» двигался в сторону улицы Жуковского, но в конце концов заехал в тупик, где его и поймали. От мужчины сильно пахло алкоголем, рассказали в ОМВД. Полицейские попросили его дунуть в трубочку. Тест показал превышение уровня алкоголя в 10 раз выше нормы. За такую езду полагается лишение прав, но в данном случае сделать это невозможно. Оказалось, что 32-летнему водителю уже запретили управлять автомобилем. В июне этого года его лишили прав за езду в нетрезвом состоянии. Так что теперь на водителя заведено уже уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Весняковский полицейский спас соседа-пенсионеры из горящего дома. Пожар произошел в поселке Октябрьский, где проживает участковый Алексей Клоченюк. Сотрудник полиции вызволил пожилого соседа через окно. Строящийся частный дом загорелся ночью. В это время Алексей уже спал. Как рассказывает полицейский, его разбудила жена. В тот день жена разбудила ночью. Говорит, пожар, все, что-то горит такое, по-моему, у нас. Что было под рукой, а дело быстренько. Выхожу на улицу, смотрю, дом горит у соседей. Я знаю, что здесь живет одинокий дедушка у нас. Все кричат, Коля, Коля. Я в курсе, что у него ходил плохо, с ногами проблемы. Там болеет человек. Подбежал к окну. Я говорю, Коля, что давай выходить из окна? Он говорит, нет, не могу, окно открыть не могу. Я вернулся домой, взял инструмент, думаю, сейчас открою. Он хорошо каким-то чудом успел выйти к окну в пристройке. Тут пластиковое окно. Уже жарко было, конечно, невыносимо. Ну, прям, очень, очень жарко. Алексею Клоченюку удалось спасти дедушку и отвезти его на безопасное расстояние. До приезда пожарных участковый вместе с подоспевшими соседями тушил пожар самостоятельно. Взял ведро. Тут рядом, вот прям в 10 метрах колодец. Я успел, может быть, пару ведер принести. Ну, вот, конечно, на крышу сколько смог выкинуть. Прямо испарение, вода стала испаряться. Ну, прям, зашипел все. На такой степени уже все, такой накал был. И как раз ребята-пожарники приехали. Что примечательно, пожар произошел в начале августа. Но о своем подвиге участковый никому не рассказывал. О героическом случае в полиции узнали совсем недавно от спасенного пенсионера. Дедушка и его родственники позвонили в УМВД, чтобы выразить благодарность участковому. Как сообщают в пресс-службе ведомства, решается вопрос о поощрении сотрудника полиции. К слову, он и раньше уже спасал людей из огня. Нужно отметить, что это не первая ситуация, когда участковый Алексей Клоченюк приходит на помощь во время пожара. В 2019 году он уже помог семье, оказавшейся в заложниках у стихии. Грамотные действия полицейского помогли тогда избежать трагедии. Сотрудник был награжден медалью МВД России за смелость во имя спасения. Во Владимирской области начался отопительный сезон, несмотря на плюс 24 градуса за окном. Подача тепла началась 18 сентября, но пока только для объектов социальной сферы. Такое решение приняли власти, сообщили в пресс-службе Владимир Теплогаза. Первыми районами региона, в которых начался отопительный сезон, стали Гусь-Хрустальный и Петушинский. Со вчерашнего дня подключился Суздальский район. С 25 сентября тепло появится в соцобъектах Киржача, Городищ, Костерева и Покрова. Обычно отопление запускается, когда среднесуточная температура на улице устанавливается в плюс 8 градусов. Однако, судя по прогнозам синоптиков, в ближайшее время 33 региону похолодания не грозят. Так, в эти выходные ожидается летняя температура до плюс 22-24 градусов. Во Владимирской области в школах сел и малых городов открыли 31 точку роста. Центры естественно-научной и технологической направленности дадут возможность детям из сел и маленьких городов получать новые знания в самых разных сферах, уточнили в пресс-службе правительства региона. Точка роста предусматривает такие программы, как функциональная грамотность, основы логики и алгоритмики, основы здорового питания, робототехника, основы финансовой грамотности, экология, шахматы и многие другие. Центры создаются в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Всего в регионе работает 154 точки роста. В следующем году появится еще 32 центра. В Владимирскую область поступили новые машины скорой помощи. Прибыли 10 новых «Газелей» класса «В». Эти машины предназначены для оказания помощи фельдшерскими и врачебными бригадами. Автомобили скорой помощи пришли к нам в рамках централизованной поставки Минпромторга. Шесть из них закрепили за станцией скорой помощи во Владимире. Еще три машины отправили в Ковров и одну в Муром. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, до конца года в область должны поступить еще четыре таких автомобиля. Их передадут в Александровскую районную больницу, в Визняковскую станцию скорой помощи, в больницу в Радужном и в Петушки. Владимирский ретро-троллейбус в последний раз прокатит желающих по городу и отправится зимовать. Музейный троллейбус выезжает на последнюю экскурсию завтра, 23 сентября в 12.30. После этого машину поставят в парк до следующего лета, сообщили работники Владимира Судальского музея-заповедника в сообществе во ВКонтакте. Его маршрут начинается от железнодорожного вокзала по историческому центру до улицы Чайковского. Далее троллейбус проследует по проспекту строителей до улицы Устина-Лабе, после чего вернется на вокзал. На борту будет находиться опытный гид, который расскажет интересные факты о городе, о постройках средневековья, советского периода и современности, а также о знаменитых владимирцах. Троллейбус катает туристов и местных жителей с июля. Билет стоит 450 рублей. Льготники могут приобрести его за 300.